Вскрывай! Высыпай! Маська, начинай! Джейм добрый! Ребят, всем большой привет! Всем огромный привет! К нам прилетела посылка из Польши, прям вяу! Ее нам послала Анастасия, за что ей большое спасибо! Мы будем скоро это все пробовать и скажем наше мнение. К нам, кстати, не прилетали посылки, поэтому, ребят, все вопросы не к нам. Если вы хотите нам послать еду, пишите нам на почту. Еще хочу сказать по поводу Анастасии. У нее свой канал на YouTube, она начинает снимать видео. Ребята, если вы хотите ее поддержать, то зайдите на канал и посмотрите, что она делает. Настя не одна, у нее есть парень, возможно и муж. Об этом вы узнаете тоже на ее канале, и они нам написали письмо, за что им большое спасибо. И начали мы с этого чая. Это чай, как я по картинкам понимаю, с календулой и с грушей. Как вы видите, у нас новый чайник, потому что Антон разбил наш красивый чайничек. Как вы знаете, все имеет начало и конец, и вот чайничек нашел свой конец. Так, ладно, не будем о грустном, давай тогда я разолью нам чай. Кто нас смотрит из Польши, мы пьем за ваше здоровье. Мы знаем, что у нас довольно много зрителей из Польши, поэтому спасибо, что вы нас смотрите. И обязательно напишите комментарий, если вы живете в Польше. А чаек-то? Реально мне что-то напоминает. Ну, приятный реально, мне нравится. Такой освежающий зеленый чай. Я, как всегда, начинаю с кошачьей еды. Это поп-кул-чипс. Это какие-то, как я понимаю, из... Хлебца. Курузы. Ммм, пахнет вкусно. Зеленью пахнет. Не зеленью пахнет. Реально. Знаешь, чем пахнет? А, пахнет, короче, как бульон в детстве. Зеленушкой, да. Бульоны были в детстве. Сметана и петрушка. Знаете, такие суповые бульоны были, которые именно не кубиками, а вот такое. В детстве я еще ел там яйцо, макароны положил, замешал. Недавно вспоминали. Недавно только говорили об этом, очень вкусно это все было, но сейчас мы уже такое сто лет не делали. Вкусно это, честно, как бы вкус вкусный. Вкус из детства. Аромат вкусный. Приятный, да. Потому что вкусы из чипсов, они уже надоели. Так, ну давай вытяни тоже что-нибудь супер вкусное. Давай сладенькое теперь. А так говоришь, как будто бы я обычно невкусный. Ну я в тебя верю. Ребят, я очень люблю кексы. Это монастырская изба. Я всегда... Это кекс? Ну похоже на кексик необычный, в виде грибочкой. О, она пустая? Да. Ааа. Это есть это, да? Ребят, видите? Другая обозрение? Ну куда я паникую? Интересно. Ну кусай. Очень вкусно. Здесь как сделано много слоев, и между этими слоями сгущенка вареная. Обалденно просто. Вкусняется. Ты думаешь, там сгущенка? Да, мне кажется, это сгущенка. Мне кажется, это просто оно подгорало, типа, и... Нет, смотри, разные слои. Ладно, давай двигаться дальше. Мне вот это что-то нравится, как выглядит. Слазкие склоки. На польском мы не говорим. Антошка только чуть-чуть. У меня бабушка, которая с Украины, говорила на польском так же. Вкусная засулька, да? Мне кажется, Лена, саланты. Ну с чем-то травяным. Очень вкусная засулька. Ну, пожалуй, мы, наверное, не будем ее досасывать до конца. Иногда, кстати, хочется как раз, да, взять что-то такое. Там выходишь на улицу, засульку взял, пошел. У кого такое бывает? Ни у кого, только у меня. Колбаска. Такие тоненькие. Называется Кабаноски Овертура Классызна. Классические кабаносы. У нас продаются хот-доги с кабаносом. Называется Кабанос. Сейчас Кабанос попробуем. Давай, тяни на себя, отрывай. Запах такой классный. Вкусно. Вот это вот кошки бы сейчас утащили. Малауи пришел. А вторая сидит там такая расстроенная к нам задом. Молодцы, но я знаю, что Польша и рядом стоящие страны как бы известны своими клабасами. Ну да. Ааа, Кабанос, сейчас будет печенье с Кабанос. Я уже взял чипсы с сыром. От чипсов с сыром я никогда не открою. Как кусочки сыра. Ну прикольно. Мне очень понравилось. Я тоже. Вкус классный. Другое дело, из чего не сделано. То есть это не натуральные чипсы. Поэтому, ребят, будьте осторожны. Со всей вот такой продукцией. Минутка здоровья в нашем канале. Минутка здоровья, да. И тут вот лежат шоколадные прянички. И внутри с вареньем. У нас что-то похожее продается. Я помню одно время мама у меня очень часто такое покупала. Нам их из Польши завозили, я так думаю. Вот так вот выглядит упаковочка. Ну она, наверное, вкусная. Очень вкусная. Это вот продолжение тульского пряника. Да. То есть они пошли дальше, облили пряник шоколадом и вовнутрь положили варенье. Я, давай, я, я. Давай я подряд буду. Ой, не больно? Больно. Извини. Значит, Анастасия написала нам, что это варенье для мяса и для сыра. Ну знаете, такие джемы. Ну, у нас продается тоже, мы говорили, с колбасками едят клюквенное варенье. Мяса у нас сейчас нет? Ребят, ну это для аристократов. Значит, это брусника и яблоко, насколько я понимаю. Ну такое кисленькое. Называется журавина или журавшина. Журавшина. Где ты в ш увидел? Я думаю, W это ш. Тогда журашина. Ну ладно. Скажите, как правильно, зуравшина или зурашина? Или зуравина. Очень классно. Чувствуется, что здесь чуть ли не 90% ягод, но написано 42%. Кто считает, что это барство, тот тоже напишите. Барство, барство. Так, ну что, давай попробуем хлебцы. Хлебцы богатырские. Вот так они выглядят. У нас похожие продается. Я не уверена, что оно в покупке. Может даже такая фирма. Ну да. Кто знает. Ребят, ну как известно, хлебцы, они и в Африке хлебцы. Ну да, ВАСА фирма, она у нас продается. Ты, как я понимаю, знаешь хлебцы до знакомства со мной, когда ты худела, толстела, худела, толстела. Да, именно толстела на хлебцах. А надо бы мне потолстеть. Надо. Есть такое слово надо, когда ты решил сесть на воду и на хлеб. И вот это. Еще и не на обычный хлеб. Но тут, конечно, можно философствовать очень много. Типа, что лучше съесть кусочек вот свежевыпечного хлеба или вот обработанного на заводе. Ну, с завода, ребята, они выскакивают, дай боже, миллионами. Просто тыщ, 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 тыщ. Мам, мам. Йо, Малауи. Не шути так. Кошка у нас нанюхалась колбасы, теперь активность пошла. Ну давай ты тянешь. Я думаю, что бы мне такое вытянуть. Ну давай. Еще какие-то пряники, значит, называется катаржинки. Катаржинки. Кошка такая сзади сидит, Маська. но такие печеньки как я полагаю это тоже что-то вроде пряника сейчас попробуем пряник да в общем польша тула это два таких места где очень любят пряники как бы свой вкус вот например здесь у нас пряники одного вкуса в россии пряники другого вкуса в польше третьего вкуса интересно они в них мягкие они мягкие и темные внутри у нас в основном более крепкие пряники потому что чтобы они хранились на века я думаю что ну вот наши тульский пряник уже он хранился годами в воде можно забивать тульским пряникам в детстве помнишь пряники какие были мягкие тоже были у кого свежие мягкие а через год это было редко а через годик другой тоже были но не у нас я помню но помнишь как размачивал чай что вот это такое я поняла что такое ты знал сосульки рачки называются я в детстве их обожала они внутри видишь с арахисовом а ничего себе то есть сверху она так как сосулька внутри рассасываешь внутри там такое помягче нифига себе пока как сосулька как ты раскусить мощи наверное из-за того что они типа крепкие хрустят как рака ешь нураков в основном с кожурой то не я это очень белый шоколад ибо это йогуртовый шоколад и внутри манго и вафельки крипс запах мощный манго просто вырви нос для меня белый шоколад это что-то супер неестественное если ты любишь шоколад так ешь шоколад если ты любишь молоко или сухие сливки так дубай сухие сливки потому что в принципе вкус белого шоколада это сухие сливки здесь просто очень много вкуса ну его знаете вот всякую грамму лечку и потом запивать литром чая я представляю что мне это вот такая шоколадка в детстве могла быть моей любимой когда вот хотелось такого на это что максимально там очень сладенько всего разного вкуса я не помню я рассказывала вообще тоже на канале шикарную душа щипательную историю о том что в детстве когда я обожала сладкое я представляла что когда я стану бабушкой и вот тогда я буду отрываться на сладком на шоколаде на всяких пироженках то что типа ну не надо будет думать о том как ты выглядишь и буду просто дубасить по полной и теперь когда уже взрослею и мне все меньше и меньше хочется сладкого думаю видимо когда я буду бабушкой сладкого вообще не будет хотеться вот такая несправедливость жизни кого-нибудь еще такие мысли приходили в голову настя нам послала еще для кошечек для кошечек мы сейчас попробуем их от кормить я понимаю за счет такое натурлих 64 процента индейка индейки кульки месни для кота о для кота а только для кота кульки месни для кота значит мясная закуска для кота это индейка жар птицей но ее пустили на корм котам только что кошки ели павлины кошки в восторге спасибо кошки конечно что не забыли кошечек потому что у нас кошки про них сложно забыть честно тебе скажу тебе честно говорю спасибо все подводим итоги да давай выбирай три своих я пока выберу три свои нет давай в этот раз все хватит по три по одной будем выбирать ну давай реально самая 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 вот я выбираю четко и понятно вот это короче штука была она ребят это просто вынос мозга это очень вкусно всем советую кого есть возможность заказать у родственников друзей из польши я знаю что еще в литве такие может даже в латвии есть елочки это очень вкусно прямо но я если честно не буду оригинальная присоединюсь к тебе потому что это самое такое необычное то чего у нас не продается и по вкусу обалденное хочется просто налететь и съесть все ну и она самое интересное но самое такое вот первозданное первобытное потому что остальное потом придумали уже вот чтобы там в чипсы запаковывать вот это было блюдо там со времен уже таких динозавра бегали такие качу кошек ели на этом будем завершать а ты тоже выберешь нет и выбери чем другое нет я стала я не буду оригинальной ты не больше оригинальной тебе нравится но так как это уже занято такой противный джен кую и до видения огромное вам спасибо за внимание спасибо что остаетесь с нами и желаем вам отличного настроения пока 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 пока